итак дорогие друзья добрый вечер я рад опять с вами пообщаться надеюсь что это у нас взаимно сейчас я включу запись прошу обратно или а пардон спасибо алексей сегодня пока помогает алексей дьяков я не рассчитывал что он включит запись спасибо как меня слышно дорогие друзья хорошо спасибо спасибо да понятно все спасибо значит у нас как я уже говорил теперь встречи два раза в месяц пока вот это последняя не первая или под почти 1 почти последняя и последняя встреча в этом месяце поговорим о разных актуальных вещах я понимаю что есть масса различных вопросов какие-то понимание вот этим и займемся сегодня значит что в первую очередь хотелось бы сегодня с вами обговорить естественно актуально было бы поговорить на тему инотранса кто не видел мое высказывание интервью по этому поводу я просто но скажем это было в самом начале а уже с послевкусиям инотранса хотелось бы вам немножко поделиться буквально пару минут значит я участвовал первым инотрансе в прошлом году извиняюсь два года назад 2016 году и что в первую очередь бросилась глаза я уже не говорю о нашем стенде наш стенд стал больше он стал еще привлекательнее к сожалению я не не было времени сделать как бы набор фотографий но у меня есть фотография где сделал соседнего стенда фотографию и там на этой фотографии прекрасно видно что люди стоят аж на соседнем стенде соседним стендом было значит доппельмайер это австрийская компания которая производит вагончики для канатных подъемников в горах и не только в горах она делает еще и другие различные средства передвижения которые позиционируются где-то как транспортные где-то просто как средство передвижения кажется между этим есть разница вот и значит у них просто вот мы стояли наши люди стояли на их территории они там криво смотрели на это дело ну что поделаешь вот много людей было это раз интерес становился все более профессиональным если первый раз было так а ну что это такое ой как интересно то в этот раз официальный как конкретно спрашивали как где куда можно приобщить по крайней мере с теми людьми с которыми мне пришлось пообщаться скажем так 90 процентов были такие вопросы и даже есть фотографии где-то там в интернете значит фейсбуке гуляет фотография с представителем из нигерии дама такая она корреспондент там какой-то свое ваш но очень их не там местной не местная какой-то вот локальной газеты вот но она была очень подкована и она задавала конкретные вопросы и очень сильно там снимала прямо репортажи ходила показывала там вставляла прямо в этот венелет и так далее то есть это второе живой и нормальный интерес много переговоров было потому что анатолий дардович был сам там он очень качественно вел переговоры люди оставались довольны уезжали там с тем что что они хотели иметь значит много материалов раздали и это говорит о том что информация еще больше и больше распространяется были представители наших команд цвет нам а там были из различных континентов и все старались договориться что а когда у нас конференция будет поэтому сейчас у нас впереди очень много поезда конференции но одним условием вот поделюсь с вами одним основным условием является то что мы в первую очередь если мы ставили раньше что вот будет у вас там 300 там 400 человек там тысячи человек мы приедем и так далее то сейчас ставится вопрос до посещаемость сама собой но очень важно чтобы эта поездка потому что дороги это длинные вот чтобы эта поездка сопрягалась с тем что там будет переговоры и какая-то базовая информация что было до того как туда ехать по возможностях адресных проектов что мы в принципе обкатали очень четко на вьетнамском визите визит дальний непростой вот и по полной отработали там и так и далее то есть мы работаем на адресные проекты и об этом мы сегодня будем говорить почему почему мы на их работ на них работаем ну что это скажем так мы родеем уже сами за себя за проект но уже с как бы у нас появилась возможность мы открыли в начале года потихоньку к ней готовились а сейчас все больше и больше больше интенсивнее готовится но что чувствую что тут будет 13 13 этап может быть и 14 до 15 вот уже он там рукой подать причем практика показывает что расчеты которые даны в бизнес-плане казалось бы 3 13 14 15 три этапа каждый этап предполагает инвестиции 25 миллионов да вот но мы же знаем что команда юницкого при нашей поддержки какая она не есть значит мы все вместе реализуем проекта на сравнительно более низких расходах понимаете капитальных вложениях поэтому поэтому здесь приходится значит смотреть так как есть и я хочу вас как бы и порадовать с одной стороны с другой стороны но как бы она той радости и с другой стороны это и огорчение что этап может достаточно быстро закончится потому что на определенных условиях анатолий дурович говорит да можно привлечь такого массивного инвестора если все условия совпадут вот и тогда естественно имеет смысла тянуть этап но по максимуму все смогут поучаствовать в инвестициях в сам проект еще далее тут мы поговорим о разных других вопросах которые у вас были вот и придем к тому что я отвечу на них теперь что еще по инотрансу по инотрансу я завершу я немножко отошел в сторону по инотранс очень важно еще заметила следующее что в очередной раз большинство то есть скажем так я там уже шутил в одном месте говорю что вы знаете я стал смотреть что за инновации такие самые мощные но эта инновация что очень интересный шлагбаум придумали да очень smart шаг шлагбаум его там очень сильно демонстрировали и дальше опять-таки и железо обликила но как бы рационализация рационализация нет мало инновации по инновации разве что было представлено там несколько интересных решений значит упрощение или вернее даже не упрощение а смарт-вагоны но вагон это все равно опять-таки железнодорожные на железнодорожной тяги на всем на этом да много было экологии вот и значит вопрос был в том что но как как ее как обеспечить больше экологии так далее вот в основном вокруг этого все крутилось поэтому еще раз под получили все подтверждения что наш транспорт он очень инновативный он действительно является транспортом нового поколения теперь пойдем тогда и сейчас подойдем плавно к вопросам я просто напомню дорогие друзья еще раз что сегодня сегодня мы завершаем вот эту верхнюю часть то есть мы экотехнопарк достраиваем за счет того что с одной стороны компании владелец технологии выделил акции привилегированы с другой стороны мы тем самым экотехнопарке на его посредстве технологию сертифицируем завершаем и остался сертификация в объединенных арабских эмиратах вот я еще к этому вопросу вернусь но с другой позиции с позиции сплетен теперь смотрите что дальше наступает наступил уже от нас зависит заинтересованы мы или не заинтересованы в том чтобы наш наши дивиденды стали на рану как бы реальностью инвестиционные проекты в адресный проект адресные проекты понимаешь понимаете то есть мы начинаем был большой проект это был наш продукт теперь начинаются инвестиционные проекты в адресные проекты вот например первый проект второй третий и таким образом начинается реализовываться проекту технологии через это оживает через это оживает поток поступления доходов на дивиденды об этом тоже пару слов сегодня скажем вот это уже наше следующее теперь чтобы обеспечить капиталом я уже говорил упрощаю как можно схемы все что капитал не вот он скорее капитал он сейчас становится значит как бы основой его структуры его работа это продолжение вот этого процесса до продолжения процесса обеспечения вот завершения технологии 13 14 15 этап и естественно это скажем обеспечение организационно правовое структурное обеспечение движения вперед потому что мы не можем сидеть ждать кто где соберется начальник начнет делать еще адресные проекты до начнут нулевой цикл начнут камень там заложат там лопату в землю в гонят где-то там в арабских эмиратах там в австралии в индии еще где-то но нам тоже надо делать это это да делают делает глобала и глобал транспорт инвест мы делаем skyway technologies и так далее вот мы начинаем поддерживать проект уже сами это центр народного финансирования адреса проекта развития skyway с одной стороны и центр координации адресных проектов то есть сначала надо проекты за организовать все здесь организационная структура то есть надо инициировать проекты надо обеспечить формирование управляющей компании надо обеспечить финансовую схему этого проекта и превратить его не просто в строительный проект а в бизнес проект потому что построить это ну построил и построил а бизнес-то где если построить много суеты значит закладывать в проект строительный просто проект закладывать ну максимум там 10-15 процентов понимаете мы не можем закладывать туда колоссальные прибыли потому что тогда начинается хромать уже окупаемость проекта а вот бизнес как раз том когда проект начинает работать его эксплуатации и это очень важно и для этого нужно все это структуру обеспечить понимаете вот и тогда из строительства то есть нам интересно строительство это как база для создания с обслуживания эксплуатации объектов и маршрутов адресных проектов потому что там говоря объекты это не только транспортная структура это может быть торговый центр это может быть сеть парковок это может быть много чего и кстати когда я буду отвечать на вопрос там был вопрос в чате что ну да вот то что нам с гумусом а как вот будем ли мы получать это неоднозначный вопрос к нему надо правильно подходить поэтому завершаю с этой схемой что сковей капитал он как бы является базой для создания сейчас вот этих структур пока это все расходно для этого нужны деньги денег нет пока значит создается организационная база в которую то есть создается юридическое лицо в которую начнут и уже входят на пока на договорной основе значит что то мы будем заказывать и так далее входят люди которые готовы начинать работать они знакомятся мы их как бы знакомим и но это небольшая это пока там три четыре пять человек вот но эту работу всю вся работа начата найдет вот и тогда только обеспечивая то мы сможем получать доходы для инвесторов и акционеров еще раз повторю почему сказано инвесторы акционеры значит кто прошлый раз не понял еще раз повторю потому что те кто участвовали здесь они инвесторы акционеры основного проекта дальше когда люди будут участвовать в адресных проектах там может быть будут акции а может быть не будут это соусов как говорят англичане так или так вот но может быть будут и акции и токены это инструменты для финансирования у нас здесь был инструментом для финансирования были акции евразии андреевская висе стенд холдинга здесь будет акции конкретного проекта если это позволит логика построения самого проекта если этого не позволит пардон не будет акции собственники проекта которые являются основными выгодополучателями скажут давайте мы с вами рассчитаемся через токены все и давайте токенами пользоваться акциями мы тут сами разберемся да вот там есть разница не будем сейчас даваться подробностей поэтому поэтому здесь я просто коротко объясняю я такой иногда бывает дотошно иногда невнимательный но вот здесь я вставил инвесторы и акционеры вот большинство из нас сейчас инвесторы и акционеры но период этот проходит поэтому это доходы будут для расчета дивидендов для роста стоимости акций акций первую очередь наших кто мы инвестировали в основную технологию то есть тем кто инвестировал вот сюда вот эти акции в первую очередь будет расти ну и естественно потом будут в этих акций если таковы будут выпущены то естественно и на них будем работать но уже по мере того каков этот проект по своей сути вот таким образом мы плавно с вами переходим к вопросам основные темы когда 13 или 14 этап скоро могу сказать он зависит от многих этому пардон это мой прогноз или мое понимание процесса я с вами им делюсь чтобы вы прикинули как вы его понимаете это не то что где-то кто-то сказал я что-то услышал и тут с вами сейчас сплетнями делюсь понимаете поэтому о сплетнях я еще раз остановлюсь сегодня потому что в чате проскакивала там поздравления что вот уже там и нулевой цикл уже и в австралии там начали адресный проект друзья на официальном сайте ничего нет пардон ничего и нету мы можем только сейчас сидеть и прогнозировать и думать что вот ага так или так пока в на официальном сайте не появилось сообщение что да уважаемые акционеры поздравляем первый адресный проект о объединенных арабских эмиратах значит все тогда пожалуйста открываем шампанское делаем тут все что положено по такому случаю в первую очередь говорим о нормально ребята процесс идет еще лучше чем ушел до сих пор потому что всего лишь только всего лишь только три года назад три года назад мы только только начали копошиться в экотехнопарке и этот период прекрасно помню не буду передавать вам слова анатолия дарыча когда я ему задал вопрос на доли дарыч вы помните тот момент когда мы капсулы закапывали в рек помню но и высказал одну фразу то есть понимаете мы с какой-то степени делаем чудо и как повторил повторил слова значит алексей суходоев директора по развитию объединенных арабских эмиратов слова что мы вступили золотую эпоху развития да естественно это интересный период это действительно мощный проход вперед но поэтому от чего зависит еще раз когда 13 или 14 может быть и 14 это все покажет расчет покажет то что будет подписано в объединенных арабских эмиратах вот и после этого генеральный конструктор и владелец компании значит головной компании он примет решение со своими помощниками что и как дальше делать но период близок поэтому надо из этого исходить я думаю или я так думаю что дальше пойдет вообще процесс такими шагами значит по три по четыре месяца этап так что вот смотрите и мне вот как-то кажется значит что к середине следующего года действительно все будет полностью завершено и в объединенных арабских эмиратах я имею ввиду не завершено в каком смысле будет завершена сертификация высокоскоростного транспорта ибо это является скажем отметкой завершения проекта сертификации он непростой одно дело построить построить можно будет уже достаточно быстро потому что в целый ряд технологических приемов отработан в экотехнопарке на то он и строился и там отрабатывается опробируется вот и уже описывается передается но отладка юни бура белья вернее юни-юни-юни лед уже готов понимаете кто-то спрашивал а колеса где и так далее все есть не волнуйтесь все есть для него вот их просто не показывали в полном скажем так вооружение в берлине потому что это тоже своего рода интересная тема вот и все есть но надо самое большое пи и самое больше времени займет именно сертификационные режимы режима апробации по режима отработки то есть актирование на скоростях скорости там будут переходить значит начнут с 50 100 вернее сначала с 50 100 150 потом вернее потом начинается 100 250 350 и дальше опять по 50 пойдет увеличение скорости скорее всего вот есть такая методика на скоростях оттуда начинается после значит уже остановления торможения там и так далее автоматика отрабатывается и все прочее то есть этот период самый такой непростой и вот это займет больше всего времени она денег это займет уже немного понимаете вот и поэтому тут может быть и так что что этапы закончатся сертификация будет еще идти понимаете я этого тоже не исключаю я не уверен но вот есть такое какое-то основание у меня предполагать что это вполне может быть поэтому сегодня могу сказать достаточно быстро не исключая что мы перейдем на 14 14 этап будет какое-то количество месяцев и тогда мы перейдем на 15 и он достаточно быстро может кончиться вот так что вот такие вот истории проект сертификации технологии другие проекты а вот по гумусу гумус экостроительство значит смотрите наш проект сертификации это основной мы куда инвестируем мы в него инвестируем и это основной источник наших как бы это наш проект мы в него инвестировали он является источником доходов теперь когда человек неважно кто за этот вопрос а вот мы с гумуса будем получать дивиденды да не будете вы с гумуса получать дивиденды как с гумуса понимаете гумус это отдельный проект но когда гумус является элементом проекта целого всей структуры трассы облагораживание территории и так далее то доход с этого он делится понимаете он будет делиться он поступает весь жития р�동 у его его другое и у него конечно гр Handshake einстиковая доля вот и все нет такого что вот 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 давайте вот 3000 пустим на гумус это туда нет он является элементом но когда гумус является отдельным проектом то это отдельный проект а когда это комплексный по она допроса кубе мы просто будем закупать у той структуры которые занималась и занимается гумусом будем за покупать услугу проект понимаете да и доход будет уже проекта а проекта основной транспортный проект поэтому косвенно ум aren't будет на нас тоже работать. Экостроительство точно так же. Будем строить линейные города, линейные поселения. Будем заказывать. Не обязательно нам заказывать. Мы не инвестировали в это и нам не обязательно заказывать, но мы будем стараться заказать. Там где-то выгоднее и правильнее и технология лучше. Если это сковейки, то есть сделано рядом с экотехнопарком, то мы закажем здесь. То есть мы будем подрежать или, скажем, делать заказы. Проще все так сказать. И это в целом наш проект. Это привлекаемые в адресный проект услуги или подпроекты. Вот и все. Вот какая разница. Это надо понимать, дорогие друзья. Теперь возникал там еще вопрос, значит, а с какого там? У людей же знаете, вот он. На это были выделены средства. Получен грант ООН. Не случайно возникло название «Экотехнопарк». Это тоже один из элементов, понимаете, да? И какая-то часть пошла на строительство, не из средств инвесторов. То есть тут есть такие свои нюансы и давайте в них не вдаваться сейчас. Это, ну, у кого есть спортивный интерес, можно разбираться. А так это все дело такое, потому что все делается правильно. Еще раз о фонде Royal Capital Group и его задачах. Пункт третий. То есть простой ответ. Значит, они один, что Royal Capital Group это один из способов, это структура для легализации инвестиций в, в данном случае, в технологию, в Global Transport Investment, в решение его задач. То есть завершение, опять-таки, чего? Завершение вот этих этапов. Но Royal Capital Group это структура, которая позволяет, она создана таким образом, что она позволяет принимать от инвесторов средства, выдавать свои акции, но у нее внутри, с другой стороны, возникают акции, привилегированные акции. Она становится владельцем. Вот. И выносит там, есть целый ряд своих нюансов. Я сейчас не буду всего раскрывать, но могу сказать так, что для крупных инвесторов, с одной стороны, этот источник или этот способ привлекателен, с другой стороны, это занимает достаточно много времени. Вот. Но кто не спешит, ну, нормально. Сделка сделана сегодня, она идет достаточно долго, потому что много проверяются источники финансирования, то есть вплоть до того, что там есть администраторы банка, которые проверяют, значит, частоту денег, которые поступают туда и так далее, и так далее. Так что там есть свои плюсы, есть свои минусы. Но это средство, которое отдельным группам инвесторов от 10 тысяч и выше может понравиться и должно понравиться по ряду своих параметров. И поэтому сейчас вот доделываются тут еще разъяснительные вещи. Вот. Описывается более правильно, неформально описывается продукт, и это все выйдет в пользование. Но это не в широкое пользование. Здесь, скорее всего, будет этим делом управлять специальный администратор. Цели и задачи Всемирного фонда «Экопланета». Значит, я об этом уже тут кое-что сказал. Его основная задача Всемирного фонда, я тут ни одной картинки не сохранил, по-моему, да? Нет, не сохранил. Но его основная задача, то, что я вам говорил, это обеспечить, с одной стороны, аккумуляцию средств, с другой стороны, организационные правовые возможности подготовки и координации адресных проектов, обеспечение обучения персонала, то есть комплексное обеспечение адресных проектов. Это не исключает того, что этим же самым может и будет заниматься в какой-то степени и головная компания, но ей пока не до этого, поэтому создается вот этот Всемирный фонд. И плюс, с другой стороны, естественно, он будет являться таким мощным центром поддержки и кооперации акционеров-инвесторов, которыми мы вот стали в процессе этих уже почти пяти лет. Почти пяти лет. Все, кто мы есть. То есть, неважно того, в Кэпитале ты, ты в СВИГе, ты там в РСВ, или вообще нигде не был, а стал просто акционером в свое время, потому что и такое было. Головная компания прямо принимала инвестиции в самом начале. Вот. И там есть свои нюансы. Вот основная его цель, его создание, а задача, задача именно создать мощную структуру, мощную структуру, которая бы обеспечивала, вот, с одной стороны, строительство, обслуживание и эксплуатацию объектов, маршрутов и адресных проектов, а с другой стороны, поступление доходов в проекты, и тем самым увеличение капитализации наших акций и так далее. Значит, другие текущие вопросы. Другие текущие вопросы. Значит, дарение долей акций. Когда будет возможно, возможность дарения долей акций. Ну, долей или акций, там, кому как удобнее называйте. Хотя это все равно акции. Я настырно буду говорить это. От этого ничего не изменится, не из вредности это. Вот. Это будет возможно тогда, когда акции будут в открытом доступе. Не ранее. Юридически других возможностей нет. Тогда можно будет дарить. Тогда можно будет, потому что они будут в общем доступе, и нотариус может это дело оформлять. Но, с другой стороны, если это наследование, то тогда есть возможность это... по наследованию, значит. Но наследование не как наследование, я передал наследству, оно вступает в силу после определенного момента. Когда наследники получают, когда доступ к наследству, тогда, когда наследовавший переходит в мир иной. Поэтому наследование, оно возможно. И у кого это было, наследовать можно и сами акции, и кабинет можно. Личный кабинет можно наследовать. Он тоже является определенной ценностью. Возможно ли обратный выкуп без завершения финансирования? Да, конечно, возможен, Вячеслав. Возможен, потому что... Потому что... Зачем его связывать с завершением финансирования? Это процесс. Это процесс, видите, что такое процесс, значит, акции. Это процесс, когда идет инвестиция, идут в этот проект, есть акции, есть какое-то количество акций. И я уже давно говорил о том, что я бы уже давно начал процесс именно бизнеса компании. Я так понял, что Юницкий, вот он еще и на Инотрансе, и на Экофесте высказал, что компания начнет это сама делать. Естественно, было бы глупо кому-то отдать этот бизнес. Потому что, вы же понимаете, дельта-то возникает. 2013-2014 год поэтапно начнется, будет апробация этого процесса, да. Скорее всего, как обещали, начнется это в октябре. Не так, что все тут рванули сейчас и встали в очередь. Нет, будут свои правила, скорее всего, я так думаю. И можно его вполне начинать, потому что, что я с полки беру, скажем, никому пока не принадлежащие акции, даю их залог, и оформляет человек, который инвестировал. Или я у Иванова эти акции вернул обратно, сделал там определенные, скажем, определенные манипуляции с номерами акций. Там есть свой процесс, который надо, потому что очень трудно там потом их вписывать. Но, в принципе, раздал, потому что ровно такое количество я никому не продам, потому что кто-то купит одну часть, кто-то другую. Поэтому надо их, как бы, опять легализовать в общем потоке. Поэтому есть свои процедуры, как это делается. Вот. И поэтому, значит, и человеку, который на 13-14 этапе, извиняюсь, в 13-14 году инвестировал и получал в залог эти акции, хотя там иначе немножко было, вот, неважно, мы говорим по сегодняшнему. Вот. И он получает там 5-6-10 раз, там 12 раз, потому что рост действительно большой. Посмотрите, вы можете это просчитать, как рост дисконт. Тогда, условно говоря, был 1500, сегодня он 50. Сколько раз? 300 раз. И тогда только, если я сегодня куплю Иванова акции в 300 раз дороже, он тогда заложил там одну цену, то есть он тогда положил, скажем, 1000 долларов, да, сегодня он может получить 300 тысяч долларов, тогда мы по нулям будем. Но я-то буду покупать обратно с бизнесом, я у него куплю за 250. Понятно, да? То есть в любом случае есть бизнес, понимаете разницу. Поэтому, поэтому это вполне реально. Так, вот, что все-таки с обратной выгулом октября, или это будет какие ваши только предположения? Нет, ну это не предположение, это будет, потому что практически, насколько я слышал, я не знаю по деталях, но юнически так, это когда он говорит, все, дорогие друзья, мы подготовились, у нас есть там деньги, хотя я бы, например, начал даже в том случае, если бы у меня денег не было, потому что деньги не нужны, деньги это поток. Ну, если есть там резерв какой-то, возник кто-то хочет их вложить, компании дать, ну, бога ради. Одним словом, это все подготавливается, я так думаю, что октябрь это вполне реально. Первичный вклад. Ну, а какая разница, Алексей, не вкладывайте в Royal Capital Group. Зачем? У нас все те же, там ничего сладше не будет. Там просто легально, возможно, ну, как бы более легально большие суммы, потому что как только 10 тысяч мы отправляем по обычным каналам, возникают проблемы. Поэтому и взяли, сделали такой реальный фонд, который получил свою рецензию, там, значит, тратили им времени много и сил, и что тут только не пришлось переделать, чтобы такой фонд создать, наконец создали. Вот и сейчас направляется средства, но там должны быть специальные, ну, назовем их так, специальные инвесторы, которым это подходит. И время, по времени там будет более длительно это проходить и так далее. Поэтому никто туда не гонит. Зачем? Не надо всегда примерять к себе, что поеду ли я, допустим, на Rolls-Royce. Неважно, еду ли я на Rolls-Royce или еду я на Toyota, все равно из пункта А, пункта Б я приеду. То есть основную задачу выполню. Другое дело, буду ли я ехать с большим комфортом или с меньшим комфортом, с большим риском, с меньшим риском и так далее. То есть, поэтому здесь это не заморачивайтесь. Так, что там у нас еще было? Значит, одну минуточку. Там что-то перескочило. Не слишком ли так? Опять Каулье. Значит, почему в кабинете капитала две акции составят? Да потому что они так стоят. Посчитал этот фонд и все. Вот и все. Какая разница? Другое дело, потому что вот у него такой фонд. Есть ли РСЦГ допуск по всем странам? Есть. Пока фонд, значит, есть только по определенным... Нет, Алексей. По всем странам. За исключением, значит, есть сейчас... Так, 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 так. Какая же там Канада, по-моему, не трогать просили администраторы фонда. Еще какая-то одна страна. Практически Бразилия, Штаты. С Китаем там были какие-то особые нюансы. Остальные все страны... И Индия, главное, можно тоже инвестировать. Так, если... Так, Минск. Вячеслав Кулиен. Как будут ли дивиденды, если все АП будут токенизированы, появятся? Поясните, как это будет происходить? Дивиденды при токенизации очень многие спрашивают. Ну, а токенизация... Что такое токенизация? Вы знаете, деньги-то все равно поступают. Да? Что такое токен? Давайте вернемся к проекту обратно. Вот посмотрим на простом проекте. Вот, предположим, первый проект... Кстати, и в Сан-Бернардино, и в Таллине мы выпускаем токены. По крайней мере, так мы планируем сейчас на первом этапе. Вот, подготовительных работ вполне реально. Что такое выпустили токен? Токен — это средство, это билет, электронный билет. Человек покупает этот билет с одной стороны, токен же. А что он дает? Что он отдает? Деньги. Или биткоины, которые тоже можно в деньги превратить, понимаете? Поступают деньги, они поступают в проект. Дальше что происходит? Дальше эти деньги используются, начинаются строительство. Строится, строится, то есть все процессы. Происходит строительство, обслуживание, эксплуатация начинается. Там же начинают не токены работать, а там начинают реальные деньги работать на обслуживание, на эксплуатацию. Может быть там, да, тоже можно будет токенами. Все зависит от того, какой статус эти токены приобретут потом. Понимаете? На что их можно будет обменивать? Насколько этот проект привлекательный? Токен это та же самая акция, только электронная, она немножко в ином формате. Ведь акция тоже бумажка. Или даже не бумажка, это тоже электронная запись пока. Она может быть переведена в этот самый. Поэтому, поэтому какая разница? Вот. И дивиденды, они получаются от проекта, а не от продажи токена. Естественно, когда компания продает, управляющая компания проектом продает, делает размещение, делает размещение, да, видите? Вот она делает первое, там, первое, акция, адресный проект первый, размещение. Вот. Инвестиции, с другой стороны, акции, или крипторешения, или токены. получаются. Ты инвестируешь, получаешь это. Понятно, да? Теперь проект пошел, он начал работать. Вот. Если это токены, ты токены можешь кому-то потом перепродать. Все увидели, ой, такой интересный проект, давайте токены продаем. Да, это может стать бизнесом. С акцией немножко сложнее. Акцию можно будет только после IPO, потому что IPO, размещение на IPO, оно более длительное, чем ICO. По крайней мере, пока сейчас. Как оно будет, время покажет. То есть, поэтому разницы нет. Деньги не из того, купил, продал, а из деньги на дивиденды поступают, дорогие друзья, оттуда, откуда, где проект происходит. Вот отсюда, вот. Пардон, то, откуда я вам сказал, вот отсюда. Из самого проекта. Вопросы. Так, что там есть? А есть ли, так, 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 цена акций для выкупа будет по текущему этапу? Ну, рассчитывается так, я бы сделал так. Нет, цена по текущему этапу. Я еще раз говорю, ведь бизнес-то тоже должен быть у продавца. Какая-то дельта должна быть. По, по расценке, скажем так, расценки текущего этапа минус еще какой-то, ну, как, скажем, дельта или дешевт, который нужен компании. Ведь надо же все эти процедуры тоже оплатить, с одной стороны, и немножко в прибыль еще. Хотя, эта прибыль тоже пойдет, куда пойдет? Она пойдет в GTI. она уже пойдет нам. И не нам, она пойдет, прибыль пойдет в доходы, которые будут рассчитываться в балансе на компании, в компании, которые накапливают средства. Для чего? Вот, для этого. для этого. Так, Цинакси, а есть ли в этом фонде реферальные? Нет, в фонде нету реферальных, но есть в фонде, вернее, реферальные есть, я не совсем понял ваш вопрос, в самом фонде нет, а есть реферальные, скажем, реферальные условия или маркетинговые условия схема работает в полном объеме. Если пришел человек из структуры, то вся структура от этого имеет свои определенные бонусы. Как до сих пор все и было, так и есть. Но вся беда в том, что, скажем так, там есть свои процедуры, не буду сейчас заскакивать вперед. Но реферальные будут, да, будут, будут, естественно. Они не в фонде, они в Skyway Capital, который пользуется этим фондом и создал его. В Европе также такие формы инвестиций, как и ОСЭ, не имеют допуска на реализацию. Там мои друзья живут и об этом неоднократно говорят. И Алексей, неправильно, значит, имеют этот фонд, имеют все лицензии, там очень строго все соблюдается, все прозрачно и это вполне имеет допуск. имеет. Здесь я могу с вами отдельно потом переговорить. Алексей какой-то другой, да? Так, Вячеслав, какие вероятные варианты с продажей доли только обратную или еще? Нет, нет, только обратный выкуп. Из-под полы торговли дорогих друзья не будет. Это абсолютно исключено. Не устав, ничего это не позволяет. Цена одной акции на 15 минут. Ну, просто прогнозируйте, сядьте, не бленитесь, уважаемый Александр, есть. И пропрогнозируйте, значит, все документы есть. Вы знаете, какая будет, значит, на 15-м этапе, какова будет стоимость или так называемая расценка инвестиций. Это, значит, скажем так, 20, 1 к 20. Вот и прикиньте, а вы купили или вы инвестировали, допустим, там на в конце, значит, пятого этапа, это в конце 15-го года, в декабре, помните, да, 600. 600 разделите на 20. Сколько будет? Правильно, 30. Значит, в 30 раз. Тогда, если вы тысячу тогда инвестировали, то у вас есть реальная возможность получить 30 тысяч минус еще там где-то тысяч 5. То есть 25-30, 25-26 тысяч вы спокойно можете получить. Это так палец по потолок вам говорю. Может, это будет и 29, и 25, там, и так далее, и 27, и 28, и 29, может быть. Там это не то место, где бизнес надо делать. Главное, чтобы покрыть все расходы, связанные с этим процессом. Что же что-то стоит? Надо людей ставить, надо учет вести, и так далее, и так далее. Био, био дом строится уже, если да, то кем? Не знаю. Что такое био дом? Не знаю. Задавайте по адресу вопросы. акции в открытом доступе, поясните подробнее. Акции в открытом доступе, это когда они на IPO. IPO, это есть открытая инициация публичного предложения. IPO, Initiation Public Offering, публичного предложения, это есть открытый доступ, это на рынок. Открытый доступ, я имею ввиду, я извиняюсь, я поясняю, это есть на рынке они появляются. Сегодня их на рынке нет, есть так называемый закрытый. Эко-дом, Ирина, эко-дом, био-дом, эко-дом. Ну, эко-дом, у меня эко-дом, например, абсолютно, за исключением некоторых красок. Вот дом, который мне пришлось купить, когда я продал в прошлый дом, значит, в 2010 году, у меня эко-дом, отопление у меня в земле, то есть земля топит, раз, вот, фильтры стоят, вода, очень чистая и так далее, и так далее. Но на крыше нет, правда, дренажа, нет этого самого дерна на крыше, хотя это тоже отдельная история. Есть, конечно, я шучу, эко-дом, это значительно больше и значительно сложнее, на первый взгляд, но, естественно, это в эко-дом надо вкладывать, что это энергосберегающий дом. Это дом, в котором в год на один квадратный метр расходуется энергия до 15 киловатт. 15 киловатт, Марк, да? В год, не более. 10-15 киловатт в год на один квадратный метр. Да, 15 киловатт. У меня тут партнер сидит напротив, вот хорошо, можно шпаргалку мне спросить, потому что уже не помню, давно не занимался этим делом. Вот, я рассчитывал, вот у меня был дом, который я продал, о котором я вам сказал, он был построен в 2006 году, в нем реально показали расчеты, у меня уходило 75-80, там, в зависимости от того, что считать, что я взял по максимуму, это 85-87 киловатт на квадратный метр в год расходованной энергии, там он топился газом и так далее, но был расход такой, он проходил в класс А, есть класс Б по энергосбережению, а класс А, это значит от нуля до 30, по-моему, вот, и такой экологичный дом считается где-то вот такой, как я вам сказал, Экодом, Беларусь, когда начнется обучение, обещали в сентябре, да, сентябрь еще не закончился, но мы заканчиваем модули, вот, и расчеты, потому что есть блок, который не мы делаем, а его заказываем у Юрия Галаты, вот, сейчас идет согласование вот этого блока, там как бы два модуля, два блока, один состоящий, вот сейчас я вам как раз и покажу, сейчас вам покажу, значит, здесь, видите, значит, есть входной модуль, в нем есть особенности проекта ориентации в социуме, системные навыки, но там не все будет, будет просто по технологии Skyway, общая, вот основная общая база по технологии Skyway, вот, экономическая ориентация, эко, взаимоотношения, персона, позиция, там, ну а сфера, да, личностный рост, разбираться будем, вот, и плюс, вот с личностным ростом это будет, Юрий Галата здесь помогать, и тогда, когда закончим, человек, который выберет базовый модуль, закончит этой базовый модуль, это будет где-то три месяца он будет проходить, к Новому году, наверное, первый, как бы, первый, первый тур закончится, но это не значит, что только он будет идти, в октябре начнется первый, в конце октября начнется второй, и так далее, каждый будет вот так вот три месяца идти, вот, и человек, который закончит базовый модуль, может сделать свой профессиональный выбор, он пройдет тестирование, и выберет какое-то, если он пожелает, выберет какое-то из четырех направлений, пока их четыре, маркетинг, адресных проектов, и построение команды, второе, это инициация адресных проектов, основы финансирования, третье направление, это инженерно-техническое обеспечение адресного проекта, эксплуатация, обеспечение бережливости и безопасности адресных проектов, откуда это все показываю, вот это все, друзья, здесь строительство покрывается, обслуживание и эксплуатация объектов и маршрутов, объектов и маршрутов адресных проектов, того, что адресные проекты родили, здесь AR, я взял с английского, пэни сменил на этот самый, невнимательно, вот, поэтому, поэтому, вот таков ответ, так, сколько акций, обмен на один токен, так, сколько акций, сколько акций на один токен, ну, когда будет обмен, узнаете, может быть, вообще не будет обмена на токены, понимаете, если проект решит, что, смотрите, здесь, значит, вернусь обратно, стоп, наоборот, если управляющая, управляющая компания, если управляющая компания, первого, например, первого проекта, решит, что, скажем так, она не будет обменивать, то не будет, но, поскольку, мы начинаем, сами этот проект, до управляющей компанией, то, скажем, вероятность, вероятность, не обязательно, повторяю, вероятность, достаточно высока, чтобы в нулевое окно войдут инвесторы, которые участвовали, где, которые участвовали, пардон, вот здесь, вот, создание технологии, поэтому, для них будут свои определенные преференции, какие, одна из преференций, может быть, будет, если ты хочешь обменять, и, это только в том случае, если это можно будет делать, если это разрешит, основной, то есть, еще на IPO не вынесено, а разрешит обмен акций компании, на токены, пока, 15 этап не завершился, и пока на IPO не вышли, впоследствии, там, может быть, 10-й, 35-й проект, уже мы, акции, основные акции, основной евразии, на РФ, то есть, привилегированные акции, извиняюсь, акции евразии, на РФ, на РФ, бумаг, тогда можно будет менять, официально, а так, это вопрос, но, вопрос, сомнительный, но, например, в самом проекте, можно будет делать, в случае, если, в проекте будут, выпущены, и акции, и токены, то тогда, значительно проще, токены можно будет менять, на акции, этого проекта, это реально, да? Значит, поясни подробнее, это дом, так, сколько акций, может быть, так, где регистрация, Реванфонд, ага, сказали уже, так, дорогие друзья, есть ли еще вопросы у вас, практически я, все, что я вам хотел, а, вот еще, смотрите, еще, что я вам не сказал, текущие доходы, от чего учитывается в процессе, накопления суммы, я сказал, что в Объединенных Арабских Эмиратах, я сказал, в Сан-Бернардино, в Таллине, значит, в Объединенных Арабских Эмиратах, вы официально услышите, в Сан-Бернардино, готовится сейчас, на следующей неделе, по всей вероятности, такая договоренность есть, в ЗАО струнной технологии, будет согласование, исходных цифр, этого проекта, потому что, там нельзя пролететь, мимо кассы, и, ее надо, обсудить, или получить, скажем, подтверждение, что за этот проект готова компания взяться, за реализацию, там есть нюансы, там угол наклона, достаточно большой, на этом пилотном проекте, поэтому здесь есть вопросы, в Таллине тоже, это вопрос согласования, многих согласований, тут тоже процесс идет, ну, как бы, скажем так, ни шатка, ни валка, потому что, есть параллельные процессы, и наша трасса, пилотная трасса, она, как бы, это и хорошо, с одной стороны, с другой стороны, бог его знает, она практически пролегает, вот мы не знали, что проложена такая же трасса, для трамвайной линии, из порта, в одну часть города сюда, вот, но, это требует больших денег, мы сможем это сделать иначе, и, может быть, даже удастся нам тут, еще и поконкурировать, на принятие решения, в пользу чего, там, правда, деньги уже выделены, вот, за счет проекта, Рейл Балтика, нам надо их еще собирать, но, Рейл Балтика и Стрел Балтика, у нас интереснее проект, по всем параметрам, так что, еще поработаем, работа идет, дорогие друзья, мы здесь обретаем опыт, и это, очень важно, иначе, скажем так, никто нам не придет, со стороны, и не сделает, поэтому, разрешите мне сегодня, с вами завершить, если вопросов нет, я сейчас, отстоп, здесь, наверное, есть сторис, я не видел, как будет покупать, на обратной выкупе, акции пакетами, или можно частями, скажите, а пакеты, акция, какая разница, это есть часть, пакет, он и есть часть, да, можете какую-то часть, но я, Баррито, я понял ваш вопрос, пакет, это то, как вы приобретали, они занесены сейчас, у вас там строчки, вы можете просто, номер акции такая, по номеру акции такую, я так думаю, по крайней мере, я бы так сделал, если я делал бы, я его не буду делать, Юницкий говорил во всеуслышание, что в октябре будет обмен акций на, да, на токены, да, может быть и на токены, если токены успеют к этому времени выпустить, но это не значит, что, вот Людмила, вы понимаете, народ вообще, конечно, очень странный, народ слышит то, что он хочет услышать, а теперь давайте я вам скажу, как я услышал, значит, Юницкий говорил во всеуслышание, да, говорил, что в октябре будет обмен акций на токены, Он не говорил так прямо. Он сказал, мы в октябре начнем обмен, и я не исключаю, что будет на токены обмен. Но это не значит, что он в октябре, дорогие друзья, будет. Понимаете? Поэтому, сори. Токены еще подготовить надо, и это не так просто. Так, акции уже есть. Вы где такое слышали? А, ну вот видите, спасибо, Татьяна. Я супер, я не прочитал дальше. Видите, идет работа по... Нет, не идет. Я не слышал, чтобы там что-то шло активно. Но то, что было запущено в свое время, оно тлеет таким, скажем, неактивным методом. Потому что там борьба политических партий, и, скажем так, пока они там разбираются, нам там нечего энергии туда тратить. Мы свое сделали, определенную там оплату немножко получили, и все. Пока. Я так думаю, там идет. Но это не значит, что мы с Индией завершили. Будет в ближайшее время, раньше следующего, начало следующего года не получится. Но в Индию Skyway Capital готовит мощный десант. Вот, тем более, что сейчас там можно и нужно работать. Вот, и мы пойдем, как я уже говорил в начале, одним из основных вопросов будет именно адресные проекты. Так, он сказал, что выкуп октября. Выступление на Экофесте. Так, прослушайте еще раз. Ну, спасибо, все правильно. Про токены не говорил. Ну, немножко говорил. Посмотрите ролик внимательно. Так, я считаю, акции выгоднее. Ну, морально укажут свое мнение. Пожалуйста, про ОАЕ. Что вам повторить, Сергей, про ОАЕ? ОАЕ работа идет, и официально будет объявлено, что там успели сделать за эту неделю, потому что прямо из Берлина Анатолий Довардович улетел в ОАЕ. Огромное спасибо. А, спасибо, Варита. Вот видите, спасибо за благодарность. Мне сразу веселее стало. Негативный уход Бабурина не скажется. А при чем тут негативный? Владимир, кто сказал, что уход негативный? Вот опять вопрос позиции. Я, наоборот, вижу, что это очень позитивный процесс. Есть две стороны. Как минимум две стороны. А вы исключаете еще третью сторону. Понимаете? У Бабурина есть семья. И почему вы исключаете такую возможность? Пардон. Пока я свою супругу не привлек, у меня были бы большие проблемы с поездками по миру. Я уже в этом году намотался. То есть я просто очень просто решаю эту задачу. Я беру расходы на себя. Чемодан, небольшой чемодан в руки супруги. Мы вместе полетели. С ней, без нее, я уже налетал 200 тысяч километров. Больше даже уже. С ней чуть меньше. Мы считали тут, нечего было в полете делать. Понимаете? Вы почему эту составляющую сбрасываете? А зачем перемывать это? Кому какое дело? Понимаете? То есть причины есть. Очень жесткие причины есть. И человек, взрослый человек, он встает перед вопросом. Я бы точно встал перед вопросом. Понимаете? И что здесь негативно? Наоборот, хорошо. Есть другой вызов. Есть возможность решить те задачи, которые не решаются в этом проекте. Что тут плохого? Колоссальный опыт. Мы не знаем, как и что сегодня. И не будем говорить об этом. Человек... Ну, все. Я не буду больше это перемывать. Так. Так. Есть информация, что... Закладка... Ну, есть информация, значит, будет. Услышайте, не суетитесь. Я про семью ничего не говорил. А вот я вам сказал, Владимир, про семью. Понимаете? Поэтому, что это влияющий фактор. Многие генералы не стали генералами. Почему? И важно ли стать генералом? Вот в чем вопрос. Эмираты будут оплачивать строительство... Или это только мы? Нет. Только мы будем. Потому что строительство ЭТП, это наша задача. Мы его в Минске... Ой, извиняюсь. Мариной горки мы не построили. Эмираты дали землю. Что тоже немаловажно. То есть они как бы сделали нам нулевой базис, чтобы мы дальше шли. Так. Вы правы. Спасибо. Ну, дорогие друзья, две минуты осталось до скончания часа. Я вас очень благодарю за активные вопросы. Вы молодцы. Я рад, что мы все с вами потихонечку подрастаем. Кроме меня. Я вот как не встану мерить свой рост, но не подрастаю. Понимаете? Но и это важно. Мне очень приятно с вами работать. Благодарю. Берегите себя. Берегите своих близких. У нас впереди очень много важных дел, результатов. И живите радостно. Всех благ вам. До следующей встречи. Спасибо.